Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Остался Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброwards их дела Добро их актуальpora Субтитры сделал DimaTorzok Добро пить ПолучаетсяDimaTorzok Добро гонку Здоровая такая маленькая Да что здесь Но за Santos Добро пить И сам за inim shape Вот это Так, плюс лицо в кадре. Итак, о чем же я? Так, да. Короче, Latte Art. Это крем для лица увлажняющий. Могу сказать так. У меня вот как раз, когда начались проблемы с насморком, кожа сухая, в институтные экзамены ездить-то как-то надо. Сейчас будет руку лизать. Че, тоже хочешь крем? Короче, наносила этот крем я раза, наверное, 4. 4 за день. Утром, как умылось, соответственно, сразу наношу крем на лицо, увлажняю. Потом, после этого, перед тем, как краситься, я наносила на данную зону побольше крема и на нос, чтобы увлажнить кожу, которая у меня огрубела. И в дальнейшем я накладывала, я не клала вообще никаких тональников, я ехала прям так убитая, приезжала в институт. В институте, так как кожа уже подсыхала, я опять же брала данное средство, наносила все опять на нос и на верхнюю губу, ну, над верхней губой. И могу сказать так, в течение двух часов не хватало данного увлажнения, не так сильно шелушилась кожа, но я заметила, что у меня кожа стала привыкать, допустим, в Т-зоне, у меня остались некоторые высыпания и вот в подбородку. Но я знаю, что высыпание это не всегда связано со средствами, это чаще всего связано с нашими внутренними органами, поэтому я особо на этот крем, конечно, не буду так нагнетать, я ему ставлю четверочку. Просто, может, не совсем подошел под мой тип кожи, потому что у меня сейчас сухая, вот, и больше подходит не для каждого, скажем так, дня, а чаще именно вот по необходимости, там раз в недельку ему увлажнить. Я заменила этот крем на этот Johnson's Baby детский. Тоже хорошо заменяет, подходит, делает как пленочку лицо. Как пленочку? Короче, обволакивает, наверное, как маска. Когда мажешь, так все прям охота снять потом. Так, Настя просто, просто мудр, мудр. Так, переходим к губам. Ну, так как я фанатик просто, я обожаю покупать всякие помады, блески, что подойдет, что не подойдет, поэтому, помните, я вам показывала попочку, ну, пупор, персиковый блеск. Гигинечка от Тони Молли. Я, соответственно, купила себе тут на днях по скидке еще и вишенку. Вишенка, кстати, увлажняет получше, мне кажется, чем персик. По крайней мере, по вкусовым ощущениям у меня не остается такого неприятного. Что-то, как будто у меня воск на губах от этого. А вот от этого, как будто, не знаю, хочется все время протереть губы. Мне кажется, что если я съем эту помаду, мне будет не очень приятно. Вот. Данное средство увлажняет получше, чем персик. Ну, на мой взгляд. И также здесь такой, знаете, коралловый цвет. Когда ты наносишь его на губы, у тебя губы красятся. Поэтому многого наносить не стоит. Лучше нанести его... Если у вас шелушится кожа, не рекомендую, потому что сразу у вас будут такие... В тех местах, где кожа торчит, у вас будет больше всего скопление этого блеска, гигиенички, и будет некрасиво. Поэтому лучше наносить либо после скраба, когда вы губы выровняли, вот, либо после основного, допустим, гигиенички, когда уже увлажнили, наносите ее как блеск. Кстати, темную пустирку я не пробовала. Но так вроде ничего. Дальше. О губах. Также о губах. О губах. Сама ругаю многих. Это смотрю блогер, кто-то хочет оговариваться. И сама же оговариваюсь, тоже не идеально. Ну, все мы люди, я все понимаю. Все знакомы с тинтами. Есть тинты жидкие, есть карандаши, есть помады тинты. Ну, хватит тебе там педикюрси делать. Этот тинт-карандаш, он очень пигментированный, поэтому, когда я его настила первый раз, я его несла так прилично, а потом заметила, что у меня губы-то все краснючие. Этот красный тинт, он реально красный. Он даже вот издалека, он в розовый будет отдавать. Вот. Соответственно, вот этот тинт, потом, чтобы оттереть, я его оттираю, тру рукой, все равно, видите, у меня остается полоска. Соответственно, данный тинт по цвету у меня, это, по-моему, крылья-неон. Есть розовый, есть, по-моему, даже зеленый какой-то был. Вот. Там очень, ну как, порядком шести цветов. Я выбрала, потому что у меня есть какой-то бзик на красные помады, на красные оттенки, которые я толком, на самом деле, часто не ношу. Соответственно, вы можете выбрать тинт, который больше подходит вам. Если вы хотите такие нежно-розовые, то розовые, конечно же. Вот. Единственное, что не рекомендую этот тинт, если вы будете кушать, потому что приходится сразу подкрашивать, что быстро расседается. Вот. По сравнению с жидким тинтом, который у меня был в прошлом видео, этот, конечно, чуть послабее. Далее. О губах. Данное средство, оно, по-моему, не от Тони Моли, я вам не смогу назвать. Так. It's Skin. It's Skin.com, короче, сайт их. Думаю, вы видели такие макароны. Короче, пироженки-макарон в подружке на кассе. У нас висит таких несколько штучек, порядком 4 или 5, с разными запахами. У меня это, по-моему, то ли клубника, то ли наклубника. Он розовенький. Когда наношу его на губу, он почти бесцветный. Если нанести его побольше, он такой немного перебелесый, короче. Вот. Но, допустим, сейчас поверхная помада у меня есть, и я его использую как увлажнитель. Если сравнивать данное средство, этот макарон, и вот эту персиковую штучку, как-то не молим, мне больше нравится макарон. Во-первых, те, кто много болтает, знают, что у кого-то по физиологии, вот здесь в уголках появляется, но если часто теребить губы, прикусывать, там, ну, я, допустим, кто смотрел, кто читал 50 оттенков серого? Скажите, что после этой книги вы не прикусывали себе губу. Я же кусаю губы, когда я очень сильно волнуюсь, или пока они начинают пересыхать. Соответственно, здесь в уголках начинает скапливаться такая белая фигня, слюни, я бы сказала, вот, говорю противно, но физиология. Вот, и мне не нравится, когда блески, генички делают вот такое вот как раз с губами, то бишь ты наносишь на центр, на центр нормально, чуть-чуть наносишь на уголки, и тут появляется эта белая херня, ты идешь по улице, и у тебя губы белые, как будто, я не знаю, ты слюни туда бы сказала. Короче, это очень неприятно, поэтому данным генички я бы поставила бы все-таки сейчас на данный момент уже тройку, а вот такой розовенький от Питскин, наверное, так они все-таки называются. Ах, приятно пахнет. Поставила бы им все-таки пятерочку. На самом деле, я не пробовала другие, это пока моя первая. Почему клубнику? Потому что там была помощь с кофейным, я не стала брать кофейное, вот, и не знала где-нибудь по цвету, потому что не могла посмотреть, поэтому я взяла клубничку с надеждой, что будет розовенькая, если что, как-нибудь. Даже если она красится, ну то бишь дает цвет, то розовый, в принципе, ничего, смотрится мимо. И последнее средство на сегодня, это будет такой стик панда. Я думаю, многие его видели. А, кстати, подружки вообще его, наверное, не было. Ну вот как у нас с Тони Молли появился стенд, наверное, месяца 4, уже 5. Не было вообще тех панда, были только отдельные маленькие стики под глаза. Мне очень рекомендовали сначала попробовать взять временные вот эти вот стики, подкладывать, посмотреть, как будет действовать на кожу, будет ли помогать от мешков, от темных кругов, и потом уже брать большой вариант, скажем так, панночку. Панда, упаковка милая. Панда очень милая, при этом здесь специальный колпачок, он помогает как бы защищать сам стик от попадания всякой грязи. Сам он такой, хочу сказать, бирюзоренький. Приятно так холодит, кстати. Ну, по запаху я бы сказала, что ментон напоминает. Наношу его, естественно, крем макаля наношу на лицо, и под мешочки, на мешочки наношу вот как раз данный стик. Единственное, что он немного морозит, да, но я бы не сказала, что, допустим, темные круги, если вы реально плохо спали, что он не уберет. Нет, припухлость убирает, но вот насчет темных кругов сильно прям так нет. Это все-таки консилер. Поэтому, в принципе, как профилактику, да, если вы просунулись у травопухше, вам поможет. Кстати, зависит тоже еще от кожи. У всех кожи разная, кого-то тоньше, кого-то потолще. Но мои мешки сейчас ничего не скроют. На этом, пожалуй, все. Вот раз было не так много средств, потому что я пока сейчас стараюсь с азиатскими средствами не химичить, стараюсь как-то более-менее спасти свое лицо. Вот, поэтому пока не рискую. И стараюсь мучить только губы, ну и скрабиками себя периодически баловать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы пробовали что-то из этой серии, скажите, помогло ли вам. Вот, также, если вы пробовали какие-то новые средства о других компаниях, ни о Тони Моле, тоже пишите в комментарии. Потому что я знаю, что есть в Москве какой-то магазин, в котором очень много корейских средств. Очень прям вообще все собрано. Я вот все хочу найти адрес, ездить, посмотреть. Вот, но я боюсь, что если я найду, я не удержусь. А крашусь от так себе. Поэтому, если я вижу косметику, допустим, от Tune House, я, наверное, там... У меня муж убьет. Он скажет, что ты делаешь? Зачем тебе это все надо? Вот. Так что пишите ваши отзывы по поводу данных средств. Он раз, к примеру, вам такой крем, либо вам понравился скраб. Вот. Мне, к примеру, больше всего из того, что я вам показала, прям в душу запал скраб. И данный, скажем так, бальзамчик. Это самые такие средства, которым я поставила пятерочку. А остальным я поставила там 4 с минусом 4. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю, всех целую. Ваш Настя. Лисе Джин. Для тех, кто любит Корею. Всем пока! Пока!